Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Крэкер881. В сегодняшнем видео хочу вам рассказать и показать бой на танке Пудель. Пудель это средний танк Польши. Кроме Пуделя больше нет никаких польских танков, поэтому он единственный и уникальный в своем роде. Но на самом же деле это обычная Пантера, которая имеется у нас уже в игре. То есть не Пантера, а ВК-3002М, если я не ошибаюсь. Ну, по сути, да, можно назвать это Пантерой. Точно такое же орудие, которое не топовое. Точно такие же все характеристики, даже запас прочности соответствует той, которая имеется в предметском дереве исследования. Эта Пантера уникальна тем, что является премиумным танком и достаточно комфортным. Но комфортно только в том случае, если против нас нет противников, которых мы не можем пробить. Например, КВ-1 мы там с трудом пробиваем в лоб, не всегда это получается. Ну и все подобные тяжелые танки. А в остальном этот танк обладает хорошей динамикой. Я бы даже сказал, наверное, одной из лучших. И, конечно, хорошим орудием. Вот орудие это у него, наверное, можно сказать, ну, самая сильная сторона. Но у этого орудия есть еще и недостаток. Это маленькая альфа. Но в остальном достаточно комфортное, точное пробивное орудие, которое позволяет нам эффективно сражаться. Даже если взять во внимание то, что мы являемся средним танком, мы можем поехать на то направление, где едут наши тяжи и помогать нашим тяжам. Потому что высокая скорострельность нашего орудия позволяет нам эффективно бороться против, ну, практически любых противников, которые попадаются к нам в рандоме. Этот танк я себе купил давно и как-то решил, ну, что ли, для коллекции, наверное, я не ожидал от него чего-то большого, не ожидал там, что я буду как-то на нем нагибать. Но поиграв несколько боев на этом танке, я понял, что он очень комфортный. И если он, ну, вам чем-то не понравится, или там вот по этому реплею вы считаете, что этот танк, ну, так себе средний, то, скорее всего, вы ошибаетесь. Потому что на самом деле играть на нем приятно. Если нет возможности купить его, сейчас он, по-моему, не продается, если я не ошибаюсь, то достаточно взять обычную пантеру немецкую, то есть не пантеру, а то, что перед пантерой, ВК-30-02М. И на этом танке можете поставить вот точно такую же пушку, как у меня, и играть. Ну, в общем-то, он и будет таким же премиумным танком, только, конечно, фармить он будет немного поменьше. Ну, и все. Но, учитывая, что мы играем на шестых уровнях, тут как бы тяжело уйти в минус. Это нужно использовать голдовые расходники, играть без прем-аккаунта и стрелять исключительно голдой, причем много, и еще постоянно промахиваясь, либо не пробивая. Ну, в общем, тяжело уйти в минус, поэтому компенсировать это можно обычной немецкой пантерой. Экипаж на этом танке у меня не подготовленный, там только качается навык боевое братство. Почему так? Потому что я выкатываю его достаточно редко, и я как бы не вижу нужды, что ли, выкачивать экипаж, потому что кроме пуделя больше нет никаких польских танков, и экипаж этот никуда не могу посадить. А играть только лишь на шестых уровнях, ну, сами понимаете, не всегда это интересно. И вот в этом видео сейчас вы увидите то, насколько, ну, хорошо или плохо вы сами сможете посудить, фармит этот танк. Я здесь ничего особенно не настрелял тут, можно сказать даже, ну, хоть я и в топе по нанесенному урону в команде, но все равно этого не так много, как хотелось бы, конечно. Но все равно я доволен результатами, мне очень понравилось. И если подытожить, то пудель быстрый, танк с пробивным орудием и высокой скорострельностью. Играть на нем достаточно комфортно. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok